В эфире информационная программа «Пульс Гор» В эфире информационная программа «Пульс Гор» В Кандалакшане выбрали название для центральной площади и активно подключились к созданию арт-объекта «Ключ Города». Акции были организованы в рамках торжества, прошедшего в минувшую субботу. На обновленной площади города, украшенной яркими зонтиками, которые в этот день, к счастью, не пригодились, люди начали собираться задолго до начала торжества. Одни с интересом рассматривали фотовыставку, посвященную истории нашего города, другие поспешили сделать вклад в будущее. Сотни горожан пришли на праздник не с пустыми руками, принесли с собой старые ненужные ключи. В дальнейшем мы их переплавим, а из полученного материала изготовят новый большой резной красивый ключ от города. Ой, ну знаете, мы так довольны, ведь мы какой-то вклад сделаем в нашу историю, в нашу Кандалакши. Так что я очень довольна, и погода довольна, и мы довольны, и все очень замечательно. Как долго ключи искали? А нет, мы их не искали, они у меня лежали в одном месте, все на связочке. Ждали свои очереди? Ждали свои очереди, да, куда пригодиться, да. В этот день своего часа дождались и нашли свое место сотни ключей. Горожане приносили пакеты, ключи, коробки. Тем самым, похоже, торопясь ускорить момент создания нового символа. В том, что Кандалакше просто необходим ключ, наши земляки не сомневаются и даже фантазируют на тему того, каким он должен быть. Мне кажется, что он будет таким вот сказочным, весь резной, красивый, как вот, знаете, из сказки «Золотой ключик». Столпотворение наблюдалось в субботу и на пункте «Голосование за лучшее название для обновленной площади». Вариантов много, а выбрать необходимо один. К процессу горожане подходят вдумчиво. Немножко не устраивает название. Почему? Что не устраивает? Вот площадь фонарей звучит, как этот сериал «Улица разбитых фонарей». Назвали бы «Светлая площадь». Или вот «Сердце Кандалакше», тоже «Сердечная площадь» можно было назвать попроще, как-то бы звучало, более по-народному. Назвали «Сердце Кандалакше». Как называется «Сердце Кандалакше?» Как он назвал, что ее сердце. Площадь «Дружба». Потому что это такое хорошее название. Потому что «Дружба» — это все, когда команда, когда все дружно, когда все работают командой. «Дружба» — это очень хорошо. Так, еще победой. Потому что, так сказать, я блокадница, и мне, конечно, потом, ну никак, ни надежды, ни созидания, ни северная, еще может быть, может быть, еще северная. Интересно, много интересного, но все же не проголосуем. Вот у меня «Площадь Победы». Здесь как раз танк, тем более нам скоро присвоят еще звание «Кандалакше», поэтому я еще «Площадь Победы». Забегая вперед, скажем, вариант «Площадь Победы» земляки не поддержали. Но это ничуть не умаляет заслуги нашего города и вклад «Кандалакшан» в победу над фашистами. В годы Великой Отечественной войны северяне мужественно держали оборону, трудились на заводах, спасали раненых. Всех, кто проливал свою кровь на полях сражений, кто положил свою жизнь на «Алтарь Победы», кто не спал, не доедал, трудясь и в тылу, почтили минутой молчания. К памятному знаку танк возложили цветы. Отметим, что торжественное открытие Центральной площади прошло в новом формате. Ведущие праздника постоянно перемещались по территории, переходя с одной тематической площадки на другую. Вовлекая в процесс все больше горожан, а их на площадь только по приблизительным подсчетам пришло порядка тысячи. Но только 10 из них удостоились чести быть занесенными на доску почета. Доска почета появилась в нашем городе осенью 2017-го и теперь ежегодно обновляется. На этот раз поддержки, уважения, признания земляков удостоились лейтенант полиции Алексей Пидори, начальник отдела Межрайонного центра социальной поддержки Ирина Дробышева. Бывший директор Кандалакшского комплексного центра Ольга Трошенкова. Начальник отделения призыва граждан на военную службу Вадим Балакшин. Заместитель директора средней школы номер 10 Галина Беззубко. Ведущий методист Алакуртинского дома культуры Ольга Денисова. Санитарка дома престарелых Елена Лабаева. Инна Анфилатова, специалист по охране труда железнодорожной станции Кандалакша. Людмила Грибанова, балетмейстер ансамбля «Танца юность» и краевед Станислав Бородкин. Ирина Викторовна Анфилатова, специалист по охране труда железнодорожной станции Кандалакша. Кульминацией торжественного открытия стало подведение итогов голосования по выбору лучшего, яркого, интересного народного названия для центральной площади города. На каком варианте остановились земляки, расскажем далее. В голосовании по подсчетам организаторов приняли участие 600 человек. Каждому из 15 предложенных вариантов нужно было выбрать один, но интересный и запоминающийся народный. О том, как непросто было определиться с выбором, нашим землякам мы уже вам рассказывали. Ну а в итоге большинство сошлось во мнении, что центральную площадь необходимо назвать сердце города. Приживется ли это название, покажет время. Жители Кандалакши приглашают бесплатно привиться от гриппа. При себе нужно иметь только полис и паспорт. Мобильный прививочный пункт будет работать в Кандалакши до конца октября. Где и когда можно будет поставить прививку, смотрите далее. Решение об организации работы прививочного пункта принято в связи со спросом населения. Утвержден и график выездов медицинской бригады. Первое дежурство уже состоялось. Все пришедшие на торжественное открытие центральной площади города могли посетить мобильный центр здоровья и поставить заслон от сезонного вируса. Проще говоря, сделать прививку. У тех, кто не успел этого сделать, 29 сентября есть еще время. Каждую субботу октября медики будут нести вахту в разных микрорайонах нашего города. 6 октября, например, на привокзальной площади. Обратиться за вакциной можно с 10 утра до 3 часов дня. 13 октября мобильный прививочный пункт сделает остановку на улице Новой у супермаркета. Затем наступит черед микрорайона Нева-3. Там медики планируют дежурить 20 октября. Сделать прививку от гриппа можно будет с 10 утра до 3 часов дня. 27 октября мобильный прививочный пункт развернется у подвесного моста возле гостиницы «Сполохи». В минувшую субботу, 29 сентября, состоялась заключительная игра чемпионата Мурманской области по футболу. ФК «Кандалакша» принимал на своем поле команду «Арсенал» из Александровска. От исхода этой встречи ничего не зависело. Статус чемпиона ФК «Кандалакша» подтвердил еще 26 сентября. Сыграв в ничью с тем же самым «Арсеналом», наша команда закрепила свои позиции настолько, что стала досрочно чемпионом области. Уже четвертый раз подряд и в седьмой раз за всю историю клуба. «Арсеналу» тоже нечего было терять в субботу. Основной соперник «Кандалакшан» прочно обосновался на второй строчке рейтинга. Впрочем, наличие регалий, титулов и наград у обеих команд не помешало красивой игре. Зрители увидели интересный и содержательный футбол. В этой игре ведущих футболистов нашей команды уверенно заменили заслуженные ветераны клуба Михаил Лопатюк, Николай Абрамов, Дмитрий Кузьмич, Андрей Вагин. И совсем молодые ребята Сергей Гук-младший и Виталий Дунин. Причем оба юных футболиста забили по голову ворота соперника. Кроме них отличились в этом матче Илья Виноградов и Денис Зубов. В результате ФК «Кандалакша» одержал победу со счетом 4-2, не проиграв в текущем сезоне ни одного матча во всех областных турнирах. И это все, о чем мы успеваем вам рассказать сегодня. Далее вас ждет короткий блок коммерческой информации и прогноз погоды. А я с вами прощаюсь до завтра. Смотрите нас в 18 часов 30 минут на канале ТНТ-4. Всего вам доброго, хорошего настроения и до встречи.